Приветствую, дорогие друзья! Голосование по поправкам в Конституцию состоялось, но многие до сих пор задаются вопросом, что это было, зачем Путину потребовалось так срочно и так хаотично устраивать эти псевдовыборы, в частности, принимать специально для них отдельный закон, и главное, проводить невиданное по масштабам мероприятие в самый разгар эпидемии, подвергая опасности миллионы людей. Это всё очень просто. Могу объяснить за пару минут буквально на пальцах, ну или, если хотите, на котах. Начнём с истории. Первая в мире Конституция была принята 17 сентября 1787 года в Соединённых Штатах. Вскоре за США последовала Польша, затем Франция. На сегодняшний день Конституции нет всего у семи стран мира. По классическому определению, Конституция – это основной закон, ну или правовой акт высшей юридической силы. Я скажу проще, это как бы правила игры. Чтобы страна развивалась, экономика росла, граждане богатели, а предприниматели не боялись ставить долгосрочные цели, нужна уверенность, что эти правила завтра не изменятся по чьей-нибудь прихоти. Конституция США существует уже 233 года. Она пережила, вдумайтесь, 45 президентов. А последняя из предложенных поправок к ней была принята почти 50 лет назад, в год, когда появился первый карманный калькулятор. Но так происходит не везде. Конституция Таджикистана менялась трижды за время правления имамалей Рахмоны. А Уго Чавес переписал Конституцию Венесуэлы всего через год после избрания. Это в цивилизованных странах правители приходят, чтобы служить Конституции. А в странах третьего мира, там они пытаются перекроить ее под себя. Вот что сам Путин говорил в 2003 году. Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. Я категорически против ее изменений. Или вот 2005 год. Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется. Жаль, если эти слова кажутся пророческими. Ну или вот 2007 год. Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным. Ну и золотые слова. Правда? Только произносил их еще совсем другой Путин. В те годы нефть на мировом рынке дорожала. С ней повышался и уровень жизни россиян. А сам Путин видел себя в кругу лидеров крупнейших мировых держав. Но президентские сроки быстро подошли к концу. Тогда под шумок медведевской рокировки была внесена первая поправка. С четырех до шести лет увеличили президентский срок. Медведеву это ничем не помогло. А вот вернувшийся Путин получил возможность оставаться у власти еще 12 лет. Первый из этих сроков уже прошел. Второй идет под знаком сплошных провалов. Серия военных авантюр – провал. Сделка с ОПЕК – провал. Космос, в котором Россия много лет удерживала лидерство за счет разработок советского периода – тоже провал. ВВП на душу населения неуклонно снижается. Рейтинг партии Путина упал настолько, что кандидаты вынуждены скрывать свою принадлежность к ней. А его собственный рейтинг бьет исторические минимумы. А тут еще коронавирус. К концу лета большинство россиян поймет, что и борьба с эпидемией закончилась провалом. Но вот как в таких условиях удержать власть? Прятаться за спинами Росгвардии? Ну ведь никто из них не готов умирать за Путина. Они первыми побросают оружие, как только увидят, что сила больше не на его стороне. Надо любой ценой изобразить всенародную поддержку, как можно прочнее закрепить ее на бумаге. Идеально в главном законе страны. Это, кстати, не так просто. В Конституцию Российской Федерации заложены определенные защитные механизмы, как раз на такой случай. Первую, вторую, девятую главы, а именно в них прописаны основы государственного строя, по закону, можно изменить только на референдуме. А там и наблюдатели, и минимальный порог явки 50% и голосов за должно быть больше половины. Путину таких цифр сегодня, как Рогозин до Луны. А медлить тоже нельзя. Поддержка снижается с каждым днем. И Путин решается на отчаянный трюк. Срочно провести, заметьте, не выборы, не референдум, а так называемое общероссийское голосование. Очень странную процедуру, придуманную специально для того, чтобы изменить вот эти самые второстепенные главы. Интересно и само содержание поправок. Куча смыслового мусора для отвода глаз, вплоть до запрета однополых браков, как будто они до этого были разрешены. И где-то в глубине этой кучи серия поправок, меняющих сами основы государственного строя. Это ведь юридический нонсенс. Новая Конституция стала противоречить сама себе. В первых главах сказано одно, а в следующих прямо противоположное. Например, в далекую 132-ю статью вписали, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти. И в той же Конституции, в неприкосновенной первой главе читаем, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Или вот в неприметном пункте Б статьи 83-й, сказанный президент, осуществляет общее руководство правительства. А статья 11-я при этом осталась прежней. В ней президент не относится ни к одной из ветвей власти. И, наконец, главная поправка, разрешающая действующему президенту переизбираться на 5-й и 6-й срок. Она спрятана в глубине 81-й статьи. История знает много примеров, когда стареющие диктаторы пытались удержать власть. В 2009 году президент Гондураса попытался организовать референдум о продлении своих полномочий. Но в итоге был арестован. А президент Сенегала в 2012 году референдум провел, но вот сами выборы проиграл. У Путина ситуация еще хуже. Он не решился даже провести законный референдум. А главный вопрос о своей легитимности. Ему пришлось стыдливо прятать где-то между семейными ценностями и правами животных. С этого момента Путин встал в один ряд не с лидерами мировых держав, а с президентами Таджикистана и Гондураса. И назад пути нет. Его власть вступает в свою завершающую фазу. И скоро мы с вами станем свидетелями многих интересных событий. Всего хорошего.